Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас испытание Городская война Тенина Солнца. Один из подписчиков Миша Егорова попросил, чтобы взял я его команду. Я, конечно же, возьму, но возьму, друзья, его восьмой эпизод. Вот самые сложные сражения. Ну а пока давайте-ка, друзья, пройдемся по первых эпизодах, самых слабеньких. И нас ждет Карай, плюс еще Лео и Терминаторы Тараканы, плюс еще вот какая-то Крыса. Давайте-ка, друзья, для этих врагов я возьму самого нашего слабенького игрока. И это Крэнга классического. Итак, Крэнг в бой. Посмотрим, как он сможет сразиться вот с этими врагами. Отлично! И Крэнг воспользуется атомной бомбой. Вот так здорово его, вот этот робокостюм наносит удар. И вот крысы выбиты. Вот с Тараканами Терминаторами это не получится. Но тем не менее, друзья, давайте-ка я прокачаю атаку. Здорово! Атака прокачана. А теперь будем пробовать выбивать врагов. Но вначале, друзья, придется вот нам получить удары от Тараканов. Ну вот, а теперь давайте-ка понемножку их выбивать. Итак, удар. И первый Таракан Терминатор выбит. Второй удар. И второй Терминатор Таракан выбит. Неплохо! Здорово! Пытается что-то сделать Терминатор и Тараканы. Но против Крэнга классического им не совладать. Итак, здорово, друзья! Обновилась уже ядерная бомба. И я ее воспользую уже в этой миссии. И здесь нас просто встречает Лео плюс еще Карай. Давайте-ка я еще прокачаю атаку. Вот здорово! Итак, попытаются враги что-то сделать. Давайте-ка посмотрим. Так, Карай атакует Кунай. Вот слабовато. Лео тоже мощная атака. Вот на это, друзья, врагам уже не поможет. Итак, Крэнг классический атакует ядерной бомбой. И выбивает. Ну что же, вот такой вот интересный бой. Крэнг классический выиграл. И мы, друзья, с вами идем дальше. Вот следующий эпизод. А в следующий эпизод давайте-ка, друзья, я возьму... Ага, получаем ДНК Карай. Мелочи, приятно. А вот в втором эпизоде мы уже будем сражаться за ДНК Дони из мультика. Донателло. Отлично, друзья. И давайте-ка вместо Крэнга классического я возьму Супер Шреддера. Правда, друзья, один момент. Здесь у Супер Шреддера нет массовой атаки. Но ничего страшного. Итак, бежит Супер Шреддер под дождем. И понемножку начнем выбивать вот этих вот Крэнгов. Отлично. Первого довольно-таки удачно Костинами Кунай удалось забросать. Вот здорово. Пытается что-то сделать, но вначале давайте-ка, друзья, еще прокачаем вот способность Супер Шреддера подлечиваться. Вот себя, свой отряд. Отряда нет, значит, будет пока подлечивать себя. Отлично. Вот второй робот Крэнга выбит. И выбиваем третьего. Ну что же, здорово сработал Супер Шреддер. Бежит дальше. И следующая атака опять же роботы Крэнгов. Вот по одиночке их выбивает. Вот довольно-таки мощные атаки. Вот, да, друзья, у кого уже Супер Шреддер прокачан на 5 звезд. Вот на пятой звезде четвертая атака Супер Шреддера. Она будет массовой или нет? Кто в курсе, пожалуйста, напишите. Ну, а мы пока давайте-ка еще раз прокачаем способность Супер Шреддера. Вот это мутагенное сердце гонит мутаген по телу Супер Шреддера. И он все время подлечивается. Ну вот, вторую волну здорово удалось выбить. И переходим к третьей волне. И кто же нас ждет? Ого! Вот Раф плюс Дони плюс несколько вот и Крэнгов, роботов. Ну что же. Итак, мы попытаемся выбить Дони. Отличнейший удар. И он выбит. Отлично. Причем, смотрите, у Супер Шреддера была броня, защита. Броню разбили. Ага. Раф оскорбляет. Ну ничего страшного. Итак, костяные кунаи летят и выбивает Рафа. Здорово. Остался только у нас три роботов Крэнгов. Вот возможно это футботы, но как по мне больше похожи на роботов Крэнгов. Отлично. Вот. Ну и последний футбот. Либо это все же робот Крэнгов. Непонятно. Тем не менее, удается его выбить. И победа на три звезды. Здорово. Итак, хорошо, друзья. Идем с вами дальше. И у нас третий эпизод. Вот удалось взять нам ДНК Дони из мультика. А сейчас, друзья, будем сражаться за ДНК Морозной Кошки. Ой, один из моих любимых героев. Очень его люблю. Ну что же, давайте-ка для Морозной Кошки я попробую взять какой-то интересный состав. Вот давайте-ка мы уже возьмем Биба Покролика, Саблезуба, Острозуба. Вот. И кого бы интересного взять. Кстати, возможно, давайте-ка мы возьмем вот такую вот интересную комбинацию. Ксевер Монтес, еще Крис Брэдфорд и Рокзар. Все и по стапе вот этих героев. По мультику, друзья, Ксевер Монтес превратился в Саблезуба. А вот Крис Брэдфорд превратился сначала в Острозуба. А потом, когда второй раз попал Мутаген, в Рокзара. Ну что же, начнем бой. Итак, Саблезуб, сильнейший бой и Крыса выбита. Рокзар наносит урон, довольно-таки неплохо. И Ксевер Монтес выбивает. Отлично. Следующий удар будет Криса Брэдфорда. Давайте-ка смотрим. Итак, переходим ко второму эпизоду. И здесь у нас Терминаторы Тараканы. Давайте-ка прокачаем защиту наших героев. Отлично. Крис Брэдфорд пьет напиток и у нас повышенная защита. Это здорово. Острозуб атакует, но Саблезуб тоже не отстает. Мощнейшие удары. Терминаторы Тараканы выбиты. Неплохо. Да и давайте-ка еще прокачаю атаку наших героев. Ну что же, супер. Итак, Ксевер Монтес, удар ножами и последний Терминатор Таракан выбит. Вот, здорово, друзья. Переходим к третьей волне. И здесь уже, друзья, нужно выбивать Морозную Кошку. Мощнейший удар Острозуба. И да, Морозная Кошка выбита. Остался еще Микеланджело и роботы Крэнгов. Ну что же, посмотрим, удастся ли Саблезубу выбить. Да, выбивает Микеланджело. Вот. Еще наш Рокзар наносит урон. Ксевер Монтес ослабевает защиту врагов. Ну что же, и понемножку Крис Брэдфорд выбивает ударом ноги. И Саблезуб последнего героя вражеского. Ну что же, здорово, друзья. Итак, победа на три звезды. Довольно-таки неплохо мы с вами сыграли. И мы идем дальше. И да, да, да. ДНК Морозной Кошки. Очень забавный, классный герой. А сейчас, друзья, давайте-ка пойдем с вами дальше. Четвертый эпизод. Вот. Враги становятся все сильнее. Но в последнем эпизоде мы возьмем команду от подписчика. Итак, давайте-ка, друзья, возьмем какой-то свинно-носорожий отряд. Мне кажется, это будет забавно. Это будет интересно. Вот. Хотя, хотя, хотя. Было бы здорово еще взять. Вот. Бак Старомуху. Хотя пусть будут носороги и бибопы. Вот. Кого найду, того возьму. Вот. Как раз получился у нас один бибоп-кролик. Рок Стаги и бибоп из фильма. И Рок Стаги и бибоп классический. Ну, вот такой вот забавный, носорожа-свиной отряд. Итак, вперед. Посмотрим, как они сработают. И первым нанесет урон наш бибоп классический. Берет свой гранатомет и выбивает одного из тараканов Терминатора. Второго тоже Рок Стаги довольно-таки неплохо выбит. Поскальзывается на животе, скользит и выбивает. Ну, и вот гранатомет от Бибопа-кролика. Вот такой вот забавный морковный гранатомет. Ого. Итак, друзья, в этой волне все сильнее противники. И уже во второй волне нас ждет Раф из мультика плюс Кейси Джонс. Но эти герои попробуют бибоп из фильма выбить при помощи локтя. Сильнейший удар и Раф выбит. Кроме того, бросает свою дубину Рок Стаги из фильма. А теперь удар Бибопа классического. Очень неплохо. Ну и вот еще гранатами забросает врагов Рок Стаги классический. Да. Ну вот, вторая волна тоже довольно-таки неплохо выбита. Переходим к третьей. И здесь уже ждет нас Микеланджело и Донни из мультика. Плюс морозная кошка. Плюс два робота в Крэнг. Вот, я думаю, что сделать. Давайте-ка, друзья, я пока подлечу наших героев. Ест Бибоп кролик попкорн и подлечивает наших героев. Ну что же, здорово. И мощнейшая атака от Бибопа с фильма. И выбивает морозную кошку. Здорово. Вторым номером давайте-ка попытается Рок Стаги из фильма выбить. Кто это, кстати, был? По-моему, Донателло, ну и еще вот Бибоп классический. Опять же, есть попкорн и появляется иммунитет у наших героев. Очень неплохо. Рок Стаги ищет оружие, находит пистолет и выбивает уже в оставшуюся черепашку. Ну что же, неплохо, друзья, сработали наши герои. Вот и граната Бибоп из фильма добивает последнего робота в Крэнг. Итак, победа. Победа на три звезды и очередная ДНК у нас. И мы получаем награду Микеланджело. Одно ДНК из мультика. Ну что же, супер. Итак, пятый эпизод. И будем сражаться за ДНК Эприл Кунаичи. Вот, по-моему, друзья, это здорово. Давайте-ка подберем еще какой-то необычный состав. Вот, я так, давайте-ка я посмотрю, кого бы взять. Кого бы взять из героев. Вот, посмотрим. И давайте-ка, друзья, я возьму. А ну-ка, друзья, давайте-ка я возьму просто кроликов. Посмотрим, смогут ли кролики полностью пройти вот этот эпизод. Мне кажется, это будет, друзья, интересно. Итак, вперед. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Получится, смогут ли кролики пройти 4 эпизода. Вот, считается это единочным героем. Итак, удар лазера. Удар лазера. Кролики наносят мощный удар. И выбивают крыс. Плюс еще терминатор. Вот, переходим ко второй волне. Вот, а вторую волну кролики трансформируются в робота. И наносят смертельный удар. Кстати, друзья, мне кажется, неплохая идея. Нужно будет попробовать вот кроликов против боссов сразиться. Если, друзья, вам эта идея нравится, пишите в отзывах, комментариях. И я сниму. Итак, кролики трансформируются в колесо. И выбивают Донателло неплохо. Вот, враги активизировались. Кейси Джонс наносит довольно-таки сильный удар. Ага, роботы Крэнгов атакуют. Но наши кролики попробуют выбить. Итак, мощнейший атака. Один из роботов выбит. А сейчас попробуем выбить Кейси Джонса. Не так-то просто. Удалось его выбить. Тем не менее, кролики... Ого-го! Бросают даже бомбу. Но здорово, что у наших героев есть уклонение. Вот, проходит мимо. И кролики добивают от последнего робота Крэнгов. И переходит на четвертую волну. Ага, и смотрите, как здорово. В четвертой волне у нас уже ждет Лео из мультика. Эприл Кунаичи и учитель Сплинтер. Итак, мощнейший удар роботам, трансформерам. Кролики. Кролики трансформируются. Наносят мощнейший удар. И все враги выбиты. По-моему, это было здорово. Это было круто. Вот победа. Победа на три звезды. Просто здорово. Итак, друзья, у меня проблема с соединением. Нет соединения в сети. Пропал интернет. И это, друзья, уже очень печально. Вот, надеюсь, что сейчас, друзья, восстановится интернет. Если же нет, придется, друзья, на этом прощаться. Итак, удалось ли... Да, друзья, есть, есть, есть Эприл Кунаичи. Удалось собрать ДНК. И мы, друзья, переходим к следующему эпизоду. Вот, осталось еще три эпизода. И мы будем сражаться в шестом эпизоде за ДНК лисички. Она же Алапекс по мультику. Но в игре почему-то разработчики назвали ее просто лисичка. Итак, бой. Давайте-ка возьмем уже героев. Кстати, давайте-ка, друзья, я посмотрю, какую команду заказал Миша Егоров, чтобы не повторяться. Он попросил, чтобы я взял Шредера из мультика, Шредера классического, Тигриного Когтя, Бакстера Стокмана и Биба по мультика. Ага, ну Биба по мультика. А, Биба по мультика я еще и не брал. Ну что же, давайте-ка, друзья, я возьму тех героев, которых не называл подписчик. С ними пройдем. А потом возьмем уже других. Итак, друзья, давайте-ка я возьму с конца. Вот. Тигриного Когтя. Ага, Рокстеди из мультика возьму. Возьму Рокстеди Кролика. Возьму Хана. Возьму вот Зека. И возьму-ка я, друзья, еще... А давайте-ка, друзья, я еще кого-то возьму. Ага, давайте-ка возьмем Бакстера Муху. Вот, мне кажется, это будет интересно, прикольно и забавно. Итак, вперед. Давайте-ка сразимся и посмотрим, как сработают наши герои. Итак, удар от Хана. Вот попытается вот с разворота выбить врага. Неплохо. Следующий удар от лазерным бумерангом от Зека. И одного из роботов Крэнга попытается выбить Бакстер Муха. Не получилось, не получилось, но Рокстеди Кролик добивает неплохо. Отлично, переходим к следующей волне. И опять же ждут роботы Крэнга, но для них есть сюрприз. Огнемет Рокстеди из мультика вот здорово прожаривает и выбивает полностью вражескую волну. Супер. А вот пришла очередь до Хана. Итак, ослабевает вражескую защиту. А Зек бросает световую бомбу и прожаривает просто здорово вражеский отряд. Ну вот, друзья, добрались до четвертого эпизода. Давайте-ка я попробую выбить Рафа. Итак, Бакстер Муха бросает... Вот, кстати, что это было? Бросает то ли какую-то клеевую бомбу, то ли слизь. Ну, довольно-таки здорово досталось нашему Рафу из мультика. И Хан наносит мощнейший удар и Раф из мультика выбит. Ну а сейчас, друзья, пришла очередь к рождественскому подарку. А Крокстеди Кроликов забрасывает врагов. Ну и довольно-таки здорово досталось врагам. Итак, нужно выбивать. Отлично. И удар из пальца Амзека. И робот Крэнга выбит. Ну а Алапекс попробует выбить. Вот Рокстеди из мультика разбегается, наносит мощнейший удар. И Алапекс Лисичка выбита. Вот давайте-ка я еще, друзья, подлечу наш отряд. Итак, Бастер Муха бросает вот колбу. Наши герои подлечиваются. И Хан наносит мощнейший удар. И Кейси Джонс выбит. Отлично, друзья. Хорошая победа на три звезды. Ну что я скажу? Просто-просто замечательно. Итак, друзья, вперед. Вот давайте-ка еще возьмем к седьмому эпизоду. И да, друзья, смотрите, будем сражаться за ДНК с синегами. Вот, либо с синегами. Кто из подписчиков, как говорит. Но мы знаем, что это подруга Карай. Итак, очень неплохо, друзья. Давайте-ка я возьму, вот, стиранка. Возьму-ка я, друзья, еще. Ах, вот хочется мне взять игроков массовых героев. Вот стиранка, кролики. И давайте-ка еще возьмем, возьмем, возьмем. Давайте-ка я смотрю, кто еще из массовых героев. Друзья, есть. Есть у нас Бакстер Стокман. Там тоже массовый герой с двумя массовыми атаками. Вот, мне кажется, друзья, давайте-ка я возьму вот этих двоих героев. Троих героев. И это будет что-то. У каждого по две массовые атаки. И мне кажется, это будет интересно. Итак, вперед. Давайте-ка сразимся. Итак, три героя с тремя массовыми, с двумя массовыми атаками у каждого. То есть, если по каждому герою, то вот шесть массовых атак. Итак, кролики атакуют лазерным лучом. Итак, смогут ли они выбить вражеский отряд? Не смогли. А дальше, друзья, у нас есть удар гранатомета от стиранка. Ох, и первая волна просто сметена. Переходим ко второй волне. И для нее у нас есть сюрприз. Это вот ударная волна Бакстера Стокмана. Просто сметена. Вот это что-то. Дальше переходим. И кролики трансформируются в робота-трансформера. И атакуют мощнейшим ударом. И третья волна выбита. По-моему, это было здорово. Переходим к четвертой волне. И для нее есть подарок. Пулемет Астиранка. Итак, Астиранка наносит мощнейший удар. И довольно-таки здорово досталась врагам. Но выжили. Ничего страшного. Вот есть еще роботы. Вот нашего Бакстера Стокмана. Ну вот, друзья. Все массовые атаки мы использовали. А теперь уже придется вот сражаться в одиночку. Итак, кролики трансформируются. И попытаются выбить Эйприл Кунаичи. Мощнейший удар. И выживает. Выживает Эйприл. Карай атакует копьем. Достается нашим кроликам. Ого. И футботы идут. Врага в атаку. Шинегами атакует. Ой, бедняжки кролики. Досталось кроликам прилично. Но наш... Вот. Стиранка бросает гранату. И добивает. Вот. Стоит ли атаковать? Давайте-ка, друзья. Я пока буду выбивать футботов. Возле девочек. Карай и шинегами сидят. Сюрикены. Поэтому, друзья, я считаю, атаковать пока еще рано. Вот. Здорово. Кролики выбивает оставшихся футботов. Осталось только шинегами и карай. И я попытаюсь выбить шинегами. Мощнейшая атака кроликов. И проходит. Проходит. Хотя значок уклонений есть. Вот. Атакует шинегами. По-моему, мимо. И Стиренко попробует добить. Не смог. Но Бакстер Стокман уже точно добивает. Ну вот, друзья, отличнейшая победа. Карай продолжает атаковать. Но это уже, друзья, не имеет значения. Потому что кролики наносят удар. Стиренко добавляет и добивает. Что же. Супер, друзья. Отличнейшая победа на 3 звезды. Итак, друзья. Переходим к восьмому эпизоду. И команда от подписчика. И у нас награда шинегами. И восьмой эпизод, друзья. Я уже беру команду Миши Егорова. Итак, враги 85 уровня. А Миша Егорова попросил, чтобы я взял шредера классического. Шредера из мультика. Тигриного когтя. Бакстера Стокмана. И еще Бибопа из мультика. Вот он. Отлично, друзья. Интересный бой. Ну, посмотрим, как нашим героям удастся сразиться. Итак, 5 волн. Вот довольно-таки непростой враг. И давайте-ка, друзья, я прокачаю пока способности наших героев. Итак, шредер классический прокачивает. Получается куча бафов у наших героев. И массовая атака от шредера из мультика. Атакуют Низи. Ого. Двоих врагов удалось выбить. И пока давайте-ка я массовые атаки приберегу. И атака тигриного когтя Мичета. Отлично. Один из футботов выбит. А вот второго попробует выбить Бибопа из мультика. Неплохо, по-моему, получилось. Переходим ко второй волне. Ого. 5 тяжелых вражеских футботов встречает. Это роботы Крэнгев. Это не футботы. Итак, Бакстер Стокман атакует Маусерами. Ох, какой урон. Ох, какой, друзья, урон. Просто супер. Ну что же, нужно добивать. Итак, Шредер классически добивает последнего футбота. И мы переходим на третью волну. Очень неплохо сыграли. Итак, давайте-ка, друзья, сейчас, к сожалению, не осталось массовых атак. Значит, будем атаковать тем, что есть. Итак, Шредер из мультика наносит удар с воздуха. И довольно-таки здорово достается Рафу из мультика. А теперь массовый урон от тигриного когтя. Стреляет лазерным пистолетом. Ох, как здорово досталось врагам. Ну и нужно добивать. Итак, мощнейший удар. Вот Бибопа. И выживает. Выживает Кейси Джонс. Но после такого уже, друзья, точно никто не выживает. Ударная волна Бакстера Стокман и отряд. Вот просто выбит. Переходим, друзья, к следующей волне. Четвертой. И нужно призывать Шредеру. Вот помощь из другого измерения. Призывает. Вот наносят врагам урон. Но, тем не менее, девчонки устояли. Устояли, устояли. Но Шредер атакует. Итак, атакует Эприл Кунаичи. И пока Эприл выживает. Возможно, удар тигриного когтя добьет Эприл Кунаичи. И да, ледяной пистолет выбивает. Неплохо. А теперь Биба танцует. Вот танцует. Появляется уклонение. Ага, Карай атакует Кунаи. Ничего страшного, друзья. Итак, уже, в принципе, довольно-таки здорово досталось нашим героям. И ракетный атака от Бакстера Стокмана. И Шенигами выбита. Супер. А вот Карай попробует выбить Шредер классический. Итак, мощнейшая атака. И Карай выбита. Остается только вот последний футбот. Здорово. Итак, переходим ко пятой волне. Заключительной. И здесь ничего себе. Какая классная команда. Ждет наш учитель Сплинтер. Плюс черепашки из мультика. Очень непростой бой. Вот у врагов два хила. Это Лео из мультика и Микеланджело. Но начнем, друзья, атаку Лео из мультика. Итак, тигринный когатик идет бой. Бибоб добавляет. Шредер классический атакует. И выживает. Выживает Лео. Но уже от удара Бакстера Стокмана ему не уйти. Ну что же. Я считаю, друзья, очень неплохо справились. Продолжаем атаку. И я думаю, нужно, друзья, атаковать Микеланджело. Хотя вот урон насчет него уменьшен. Вот. Но благодаря тому, что он является хилой, его нужно выбивать в первую очередь. Почему враги не атакуют, не понимаю, друзья. Ну вот, уже дошла очередь. Итак, Микеланджело из мультика все-таки себя подлечил. Сплинтер прокачивает свой отряд. Но что-то это вот у врагов пошло с запозданием. Вот вражеские черепашки. Почему-то вот это все замедлилось. Отлично. Итак, ого, дымовая бомба от Микеланджело. Ничего себе. Тем не менее, друзья, я... Ага, Раф еще привлек внимание. Ну что же, давайте-ка тогда атаковать Рафа. Ой-ой-ой-ой-ой. Итак, срочно, друзья, нужно подлечиваться. Итак, Шреддер из мультика вылечил наш отряд. А теперь удар Бибопа из мультика. Иш, и Раф, бедняжка, выбит. Мощнейший удар Мачетом от Тигриного Когтя. И Микеланджело выбит. Остался только Донни и Сплинтер. Ну что же, друзья, давайте-ка, я думаю, мы начнем атаковать Сплинтера. Возле Донни стоит щит. То есть защита там будет мощная. Кроме того, друзья, давайте-ка еще прокачаю наш отряд. Итак, Шреддер классически прокачивает. А Шреддер из мультика призывает нить. Итак, мощнейшая атака. Достается врагов. И Бибоп из мультика добивает Сплинтера. Ну что же, по-моему, друзья, неплохая победа. Вот пытается что-то сделать Донни, но это уже, друзья, нему не поможет. Итак, массовая атака Тигриного Когтя. Вот удар Маус Армии Аббакстера Стокмана. И, возможно, точку уже поставить. Ничего себе не поставил. Не поставил классический Шреддер. Но Шреддер из мультика ударом сверху добивает Донателло. Итак, победа, друзья. Победа на 3 звезды. Очень здорово сыграли. Вот неплохо все у нас получилось. Давайте-ка посмотрим. И у нас награда 2 ДНК Сплинтера. Супер, друзья. Вот, кстати, сможем добывать ДНК Сплинтера. Ну а на этом сегодня, друзья, я уже с вами прощаю. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Конечно же, друзья, пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать. Я буду действовать, конечно, согласно ваших отзывов, комментариев. Вот. Кому прокачивать ступени. К какому герою. Вот. Итак, на этом, друзья, сегодня все. Пока-пока. А чтобы не пропустить, друзья, ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.